Привет, друзья! Вы на канале IT-Муравейник, и с вами Александр Артеменко. На этом канале мы учимся использовать Common Lisp, и сегодня у нас будет интересная тема для начинающих. Мы посмотрим на разные среды разработки на Common Lisp. Сейчас на экране вы видите список тех сред разработки, на которые мы будем смотреть в этом ролике. Для начала я покажу Emacs с расширением Sly. Мы будем его использовать как некий бейзлайн, потому что на данный момент Emacs все еще является наиболее отполированной средой разработки. Пусть он и отпугивает многих новичков. Дальше мы посмотрим на Porticle, но Porticle по сути это тот же самый Emacs, только с упакованным SBCL и заранее настроенным расширением Sly. Дальше мы взглянем на Vim и его возможности, посмотрим, что такое редактор LEM, посмотрим на коммерческие среды разработки LispWorks и AllegroCL, но я буду показывать их Community Edition версии, бесплатные. Ну и напоследок посмотрим на расширение для таких редакторов, как VS Code и IntelliJ IDEA. В ходе ролика я буду сравнивать эти редакторы и их расширения для работы с CommonLisp по фичам. Фичам, важным с точки зрения интерактивной разработки на CommonLisp. Я составил целый список таких фич, которые мне необходимы. Кстати, чуть не забыл, ссылки на все эти редакторы и их расширения вы найдете внизу в описании ролика. И там же в описании ролика есть тайм-коды, по которым вы можете перейти сразу к интересующему вас редактору. Давайте пройдемся по требованиям, которые я для себя выписал. Мне кажется, что все они важны для того, чтобы обеспечить удобную интерактивную разработку на CommonLisp. Первый пункт. Качество документации самого редактора и расширение для работы с CommonLisp. Если документации нет, то вам будет сложно разобраться, какие фичи есть и как ими пользоваться. Следующий пункт – это подсветка синтаксиса. Наверное, никто не будет спорить с тем, что в 2023 году такая штука должна работать из коробки, работать хорошо. К сожалению, не везде это так. Другая важная фича среды разработки состоит в том, что она должна подсказывать вам, какие функции, классы, методы существуют и какие у них аргументы. Навигация по коду тоже очень важна, потому что она помогает вам переходить на описание методов, классов и функций и смотреть, как устроен код сторонних библиотек. Мне эта фича очень помогает ориентироваться и разбираться в чужом коде. Структурное редактирование кода – это еще одна классная фишка, которую мне хочется видеть в IDE для CommonLisp. В UMAX я использую расширение Lispy, и оно позволяет очень удобно оперировать сразу блоками кода. Чуть позже я покажу, как это работает. А вот эта фича, пожалуй, наиболее важна для интерактивной разработки на CommonLisp. Она позволяет вам отправить текущее определение функций, класса или метода прямо в работающий процесс и обновить его состояние на лету. На лету, на лету, на лету. Если в редакторе нет специального шотката, который позволяет делать это удобно и быстро, то таким редактором будет невозможно пользоваться эффективно. То таким редактором будет невозможно эффективно пользоваться. Встроенный REPL также необходим для эффективной работы. В нем должно быть удобно набирать команды, должен работать автокомплит, и должна быть возможность ссылаться на результаты предыдущих команд. Под удаленной отладкой я тут имею в виду то, что среда разработки на Lisp должна уметь подключаться к разным Lisp-процессам. В идеале, среда разработки должна уметь подключаться и к процессам, которые работают на другом компьютере. Это позволяет удобно отлаживать процессы, запущенные на другом сервере. Ну и, конечно, нельзя обойти стороной такую важную штуку любой среды разработки, как отладчик. Отладчик должен показывать StackTrace. Должна быть возможность переходить на файлы, соответствующие StackTrace, и прямо на определение той функции, которая в StackTrace. Также должна быть возможность смотреть локальные переменные внутри каждого фрейма. Ну и, конечно, отладчик должен позволять выбрать один из вариантов реставрации. Для новичков я оставлю в описании ссылку на какую-нибудь статью, которая хорошо описывает исключения и рестарты в Common Lisp. Следующая фича, которую хочется видеть в IDE для Common Lisp, это инспектор объектов. Инспектор объектов должен позволять увидеть детали об объекте и также переходить на слоты объекта, углубляясь в его структуру. Также в IDE должна быть встроена возможность смотреть документацию по разным объектам, функциям, классам и методам. Ну и, конечно, так как Common Lisp предполагает использование макросов, в среде разработки должна быть возможность развернуть макрос и посмотреть, какой код получится в результате. Без этого вы не сможете эффективно отлаживать макросы. Ну и последняя фича немного перекликается с фичой про Remote Development. Ее суть в том, что среда должна позволять подключаться к разным процессам Common Lisp, независимо от их реализации. А в идеале среда разработки должна позволять подключаться сразу к нескольким Common Lisp процессам. Иногда это бывает полезно. Ладно, давайте перейдем к демонстрации разных сред разработки и начнем с EMAX. EMAX я запускаю с помощью Roswell командой ROS EMAX. Дам ей командочку NV, чтобы она запустилась в терминале. В данном демо я буду использовать расширение Sly, но вы можете использовать и Sly. По фичам они несколько отличаются, но сегодня мы не будем вдаваться в подробности и в их различия. Про это я, наверное, сделаю отдельный ролик. А пока давайте посмотрим на базовые возможности EMAX и Sly. Я создам специальный тестовый файл, назовем его user.lisp и добавим в него некоторые конструкции, которые помогут нам демонстрировать фичи среды разработки. Для начала давайте добавим определение пакета. Как видно, у меня сразу выскакивает автокомплит, который предлагает какие-то символы, например, devpackage. Я могу нажать Enter, и он автокомплитится. Когда я нажму сейчас перевод строки, EMAX автоматически форматирует код так, чтобы он выглядел красиво. Кроме того, как видно, у меня работает подсветка синтаксиса и подсвечиваются парные скобки. Кстати, в правом верхнем углу вы можете заметить появляющиеся буквы и символы. Это специальное приложение показывает, какие клавиши я нажимаю, чтобы вам было понятнее, что происходит в редакторе. Итак, у нас есть два определения – devpackage и inpackage. Заметьте, что я переключаюсь между ними короткими шоткатами. Это как раз работает плагин Lispy. Давайте я сделаю еще одно окно, в котором будет видно REPL, и мы создадим этот пакет Playground. Вот наш REPL. Теперь мне нужно нажать шоткат Ctrl-C, Ctrl-C. И внизу экрана видно, что функция скомпилирована и выполнена. Это значит, что пакет Playground создан в нашем Lisp образе. Его можно найти. Вот я его нашел. И в EMAX есть еще один шоткат, который позволяет мне быстро переключить REPL на текущий пакет, соответствующий тому файлу, который я редактирую. Дальше продолжим добавлять наше тестовое описание объектов. Сначала я хочу определить какой-нибудь класс. Достаточно простой, но такой, на котором можно будет демонстрировать инспектор. Я ввел описание узла графа. Нажал шоткат снова, Ctrl-C, Ctrl-C. И теперь можно попробовать сделать инстанс такого объекта. Давайте добавим метод, который будет выводить на экран имя узла вместо вот этого некрасивого ID. Вот я никогда не могу запомнить название макроса, которое помогает определять такие принт-методы. Зато в фазе автокомплит, которая есть в слай, здесь очень помогает. Я помню, что там что-то print-unreadable. Вот он, этот метод. Видите, как работает в фазе completion? Он жирным подсвечивает те куски текста, которые я ввел вручную. Все. Теперь у нас есть метод, который будет печатать объект. С помощью шотката Ctrl-C, Ctrl-C я уже отправил его в Lisp. И теперь мы можем обратиться к результату предыдущей команды с помощью спецсимвола звездочка. И он снова выведется на экран, но на этот раз уже с именем. Это все еще тот же объект. Давайте определим функцию, которая создает граф. Пусть она принимает ими рутовые ноды, и дочерние ноды. Рекурсивно себя взывает. Загрузим эту функцию и попробуем ее вызвать. Вот хороший момент, когда можно посмотреть на то, как выглядит отладчик в EMAX. Он показывает backtrace, где можно раскрыть каждый фрейм, посмотреть локальные переменные. Также можно нажать option и точку, чтобы перейти на описание функции. Например, вот я зашел внутрь слинка. Это такой пакет, который использует расширение слай. И можно вернуться обратно. Итого, нам отладчик показывает проблему, которая заключается в том, что я пытаюсь вызвать apply, и вторым элементом передаю не список, а просто переменную bar, строку. У EMAX есть шоткат для отладчика. И если я нажму сейчас кнопку A, то вызовется restart abort. Это очень удобно. Предлагаю исправить ошибку. Все, что нам нужно, это убедиться в том, что вот эта переменная child, которая передается в apply, на самом деле список. Сейчас я покажу, как работает структурное редактирование с помощью Lispy. Например, у меня курсор сейчас на слове child. У меня курсор сейчас на слове child. Я нажму шоткат option M и выделится весь символ. Дальше я могу нажать скобку и выделенное будет обрамлено скобками. Добавим сюда вызов функции ensure list. Я не помню, в каком она пакете. И в фазе completion, которая есть в слай, любезно подсказывает мне, что эта функция есть в uiop. И, кстати, она есть, как видите, и в некоторых других пакетах. Возможно, кому-то будет удобнее использовать ensure list, который есть в самом SBCL. Итак, ошибка исправлена. Снова жмем ctrl-c, ctrl-c. С помощью шотката я сейчас переключился на репл. Снова пытаюсь создать граф. Он создался. И давайте посмотрим, как работает инспектор. В репли я могу на любой объект навести курсор, нажать enter, и откроется вот такой инспектор. Он показывает нам объект node, его слоты. Сейчас я на слоте children. И тут видно, что слот children содержит список из двух подузлов, бар и баз. Я могу перейти на список и дальше углубляться внутрь. И если я нажимаю кнопку L, то возвращаюсь назад в инспекторе. Так можно ходить взад-вперед и исследовать структуры данных. Это очень удобно, когда вы дебажите состояние вашего лисп-образа. А сейчас еще немного магии структурного редактирования. Например, в e-max с помощью шотката я могу перемещаться на более высокий уровень и выделять форму, которая охватывает мою текущую форму. Сейчас я выделил форму, которая вызывает apply. Также я могу с помощью шотката продвинуть эту форму на уровень выше. И она заменит собой свою родительскую форму. Например, сейчас я уничтожу цикл loop. Также в один шоткат я могу выделить эту форму, снова обрамить ее кавычками и написать здесь новую конструкцию. Я хочу заменить этот луп на ui-op while collecting. Это макрос, который позволит нам сейчас продемонстрировать раскрытие макросов. и нам нужно вызвать collect-child. И нам нужно вызвать collect-child. мне нужно сделать do-list-child-children. Вот так. Кстати, заметили, как и Макс мне подсказывал, в каких местах компилятор вывел ворнинги. Когда у меня тут не было do-list, и я сделал компиляцию, то, во-первых, и Макс внизу пишет, что есть один ворнинг, а еще он подсвечивает ту форму, для которой компилятор выдал ворнинг. Если я нажму option n, то он подсветит это еще раз и внизу выведет ошибку от компилятора, что переменная child не определена. Итак, вернемся к нашему макросу while-collecting. Если я переведу курсор на эту форму и нажму ctrl-c, enter, то и Макс откроет мне раскрытие этого макроса в отдельном окне. И тут я могу увидеть, во что этот макрос раскрывается, что он использует внутри. Конструкцию Flet с временной функцией collect-child, которая пушит свой аргумент в специальный список. В этом же окне я могу дополнительно нажимать ctrl-c на разных макросах, раскрытие которых мне интересно. И в этом случае и Макс будет раскрывать их далее. Например, do-list раскрывается вот в такой блок. Теперь взглянем на то, как и Макс отображает документацию к символам. Например, я хочу узнать, что такое макрос while-collecting. я могу нажать шуткат ctrl-c, ctrl-d, ctrl-d, и Макс откроет отдельное окно, в котором будет описание макроса. Тут будут видны его параметры, также видно docstring с примером, и видно, в каком файле этот макрос определен. Посмотрим еще на одно из требований, которые у меня были выписаны в список, такое, как remote development. Это возможность подключаться к внешнему процессу. Давайте запустим отдельный процесс. Я запущу ROS REPL. Это, кстати, внешняя команда по отношению к ROSWELL, но она дает более удобный REPL для самого ROSWELL с автокомплитом. Здесь я загружу sling. Sling это серверная часть расширения слайд для и макса. Обратили внимание, как классно подсвечивает код этот REPL. Теперь нам надо стартануть сервер sling. Я говорю команду create server. Говорю, что нужно запустить ее на порту, но пусть будет 5100. Все, sling запущен. Теперь вернемся в наш имакс. Здесь можно дать команду sli connect. Она позволяет подключаться к любому хосту, на котором запущен sling. достаточно указать имя хоста и порт. Указываем наш порт 5100 и подключаемся к другому процессу. Здесь процесс вывел какие-то сообщения и ворнинги, потому что sling загружал дополнительное расширение. теперь давайте посмотрим на список подключений в sli. Тут видно, что сейчас имакс поддерживает соединение с двумя версиями SBCL на разных портах. Вот эту версию я запустил автоматически, когда стартовал sli, а вот эту версию SBCL я запустил вручную только что на порту 5100. Таким образом слайб позволяет работать одновременно с несколькими LISP образами. Я могу видеть и один REPL и второй. Кроме того, так можно подключаться к разным реализациям Common LISP. Пожалуй, это все фичи имакса, которые нам потребуются для сравнения. Давайте взглянем на то, что такое портокол. Портокол сразу на старте запускает слайм и LISP. Вообще, дистрибутив портокол это такой преднастроенный имакс вместе с SBCL, то есть он сразу готов к работе. Я запускаю его и получаю рабочую среду. Кроме того, портокол автоматически запускается в графическом режиме. И для новичков это может быть полезно, потому что сверху есть меню, в котором можно натыкать разные команды. Например, здесь есть отдельное меню для слайм, в котором куча всего полезного. Есть отдельное меню для репла, меню которое называется LISP. Давайте попробуем загрузить сюда файл, который я сделал для демонстрации возможностей с ретро-разработки. Вот файл, подсветка работает. Также тут полагаю по умолчанию активирован режим по Reddit. Честно говоря, не помню шуткатов, но он тоже должен позволять структурно редактировать код. Проверим, работает ли тут шуткат Ctrl-C, Ctrl-C. Да, компиляция формы прошла успешно. Сейчас я компилирую все формы. Варнингов нет. Ну, то есть Portacle это такая собранная коробочка, в которой есть сразу LISP и Max и все настроено так, чтобы работать из коробки. Наверное, это будет удобно начинающим. Единственное это то, что здесь довольно старая версия слайма и SBCL. Посмотрим, что за версия SBCL тут. Autocomplete подсказывает мне, что можно использовать функцию LISP Implementation Version и тут SBCL 2.0.0, хотя сейчас последнее 2.3.2. Сейчас я попробую вызвать ошибку создания графа, чтобы посмотреть, как будет выглядеть инспектор объектов и инспектор stacktrace. как видно внизу и Max из Portocl показывает сигнатуру функции. Выполним функцию. Portocl показывает нам возможны рестарты, но по сути это работает точно так же, как мы видели в слай, потому что слайм и слай они очень друг на друга похожи. Тут точно так же можно смотреть переменные в каждом трейсе или открыть инспектор. Ладно, я исправлю эту ошибку. Давайте сделаем наш граф. Вызовем снова функцию. На этот раз вернулась нода. Но вот REPL работает чуть иначе. в слай слайме например здесь Enter на объекте не позволяет мне посмотреть его в инспекторе. Это все потому, что в слайме и слай чуть иначе устроены представления объектов. В слайме это каждый объект это некоторая презентация объекта. и здесь есть отдельное меню презентейшнс которое описывает действия которые мы можем совершить с этим объектом в REPL. Например мы можем сделать inspect или describe просто показывать содержимое объекта и слоты это не интерактивный режим. А если мы сделаем презентейшнс inspect то откроется инспектор как в общем и в слайме. Здесь тоже можно смотреть на содержимое слотов. То есть как видите тут в принципе все работает довольно неплохо за исключением конечно того что слайм очень старый и например у меня не получилось из portacle подключиться к внешнему лисп процессу который использует более свежую версию слайма. Это может быть проблемой но я думаю что новичкам вполне хватит того что дает portacle. Теперь давайте перейдем к следующему редактору. Следующая среда разработки на которую я хочу посмотреть это vim и плагин slimf Давайте откроем наш файл user.lisp и теперь с помощью шотката ,c можно заставить vim стартануть с bcl с плагином и vim открыл в одном в одной части окна репл а в другой части окна остался файл user.lisp чтобы отправить в lisp образ топ левел форму плагин slimf использует шоткат ,d видно что в репл создался package playground дальше могу пройтись по всем формам и сделать на них eval посмотрим как работает автокомплит в vim я просто нажимаю tab включается omnicompletion и начинает подсказывать мне варианты подстановок варианты подстановок чайлд как есть ой комментирование приводит к тому что комментируются все закрывающиеся скобки в сравнении с emacs это очень неудобно потому что это ломает мне форматирование файла вообще структурное редактирование тут должно работать потому что плагин slimf включает в себя еще и расширение по реддит для vima но просто она мне непривычно а так структурное редактирование тут тоже должно работать закомментируем эту часть снова отправим функцию в репл странно почему у меня не получается переключить текущий пакет наверное для этого какой-то должен быть шоткат сейчас раскопаем ура нашел шоткат который переключает текущий пакет это запятая g вот я переключился на плэйграунд немного неудобно то что в репле тоже есть эти вимовские режимы normal и insert после emacs это непривычно автокомплит работает и в репле это хорошо сделаем рутовую ноду с чайлдами бар и блах тут вим выдает какое-то странное предупреждение о том что modifiable is off я так и не нашел как это отключить но если нажать enter то открывается окно отладчика тут видны рестарты и backtrace enter на фрейме открывает его и показывает локальные переменные так мы можем смотреть что происходит хотя выглядит это на мой взгляд довольно странно локальные переменные окружены вот этими фигурными скобками видимо по-другому в виме интерфейс нормальный нельзя сделать хорошо посмотрим можно ли открыть инспектор просто enter на переменной ничего не дает но я раскопал в документации что есть шоткат запятая и он вызывает инспектор только инспектор почему-то ищет переменную бар а не показывает мне весь список хорошо вызовем аборт аборт вернул меня обратно на backtrace в котором все свернуто смотрим снова я хочу посмотреть состояние переменной children в этом фрейме жмем запятая и о теперь переменная отобразилась оказывается надо наводить на ее имя а не назначение как выйти из инспектора для этого есть специальная кнопка пока нажму здесь аборт и поправлю код обратно на рабочую версию давайте посмотрим как вим раскрывает макросы чтобы раскрыть макрос нужно нажать шоткат запятая один и вот прямо в репле появляется раскрытие макроса выглядит это конечно не очень удобно давайте попробуем получится ли здесь раскрыть дальше дулист снова жму запятая один и у нас раскрылся именно блок относящийся к дулисту то есть так удобно как сделано в емаксе тут не получается раскрывается только внутренняя часть это конечно неудобно но жить с этим можно теперь давайте посмотрим как работает подсказка по документации допустим мы хотим посмотреть документацию на вот этот макрос while collecting нажимаем опять шоткат запятая s и вим показывает окно с документацией где в принципе тоже как и в емаксе видно параметры макроса и его докстринг в целом вполне достойно кроме того в вим плагине есть еще некоторые возможности например тут есть cross references то есть можно по функции узнать кто ее вызывает или кого вызывает она скажем мы хотим узнать кто вызывает функцию make graph нажимаем запятая xc внизу появляется сообщение who calls дальше имя функции жмем enter ждем пока вим что-то сделает и ничего не происходит интересно непонятно как это работает может быть нужно так сделать окей и что окей а он выводит в репл информация о том что у него нет информации о том кто вызывает make graph хорошо давайте посмотрим кто раскрывает макрос while collecting для этого есть другой шоткат запятая xm who macros expand ui while collecting и тоже ничего не находится а нет просто нужно было вводить имя символа как есть и теперь прямо в репле у нас есть список функций и файлов в которых раскрывается macros while collecting в целом у плагина к виму есть еще некоторые фичи которые могут быть довольно полезны это браузер текущих потоков и там есть возможность прервать какой-либо поток и посмотреть отладчиком его backtrace а также есть поддержка профайлинга сейчас не будем вдаваться в подробности про то как это работает но в целом для тех кто привык к виму можно вполне рекомендовать плагин слимф для работы с common list новичкам же еще даже более неудобен чем и макс давайте перейдем к следующему редактору который я хочу показать это лем лем это сокращение от лисп и макс то есть лем это такой редактор который некоторым образом похож на и макс но написан целиком на common лисп и он очень хорошо интегрирован с common лисп сам редактор можно расширять с помощью кода на common лисп давайте запустим его вот так выглядит пустой лем в нем можно дать команду start lisp ripple и лем откроет ripple подключенный прямо к самому редактору вот он у нас репл можем посмотреть версию лиспа 222 и это наверное sbcl да это у нас sbcl кстати заметьте автодополнение в репл работает прекрасно я нажимаю тап и выскакивает поп-ап также здесь есть специальный шоткат для просмотра документации по функции или классу возникает поп-ап который предлагает ввести имя символа и туда подставлено имя текущего символа и лем открывает нам такое вспомогательное окно в котором есть вся документация lambda list все как мы привыкли в емаксе хорошо попробуем открыть наш файл с тестовым кодом user list в отличие от емакса лем в последних версиях показывает input прямо посередине окна и некоторых это раздражает я не знаю можно ли это как-то настроить но мне в принципе ок с этим жить итак вот у нас тестовый код как видите подсветка синтаксиса здесь работает время немножко похуже история с темами тем не менее я для себя тем не менее я для себя сделал расширение которое дает Solarize тему для лема хотя цвета вот в этом терминале конкретно у меня выглядят несколько странновато итак у нас есть код у нас есть репл привычный шоткат Ctrl-C Ctrl-C компилирует текущую форму последняя версия лема показывает предупреждение прямо под курсором это немного тоже непривычно также у нас тут есть перемещение с учетом структурного редактирования кода но для структурного редактирования кода здесь есть модуль по Reddit но я так привык к Lispy и для лема Lispy нет поэтому я на базе паредита сделал свое расширение которое называется Pareto и оно пытается эмулировать те шоткаты которые есть в Lispy например с помощью кнопки D я переключаюсь между противоположными скобками давайте заевалим весь код вот у нас все функции заевалены вернемся в репл и попробуем что-нибудь выполнить как-то он немножечко странно выводит output команд репл остался вверху а принты от компилятора оказались внизу ввиду значение 1 чтобы от этого избавиться сделаем так make а нам нужно перейти сначала в package play ground и теперь в этом пакедже создадим граф автокомплит нам улюбезно подсказывает имя функции когда я ввожу пробел сразу под курсором появляется сигнатура функции это кстати гораздо удобнее чем в emacs emacs показывает внизу в строке состояние сигнатуру а здесь вылезает такой попапчик с автокомплитом по сигнатуре мне это прям очень нравится и текущий параметр подсвечен это вообще круто сделаем root foo bar вот в отличии от slide в леме нельзя навести курсор на результат из репла и нажать enter он этого делать не позволяет но можно например если нам нужно проинспектировать объект можно вызвать инспектор ctrl c и большое появляется попап который предлагает поинспектить какое-то значение и сюда можно ввести звездочку которая соответствует предыдущему результату в репле вот окно инспектора в принципе так же как и emacs он похожим образом показывает все слоты объекта можно перейти на значение в слоте и дальше углубиться как-то в структуру данных кнопка l возвращает нас назад кнопка q выходит из инспектора давайте теперь посмотрим как выглядят трейсбеки добавим сюда ошибку закомментируем код теперь теперь у нас эта функция содержит ошибку я вернусь в репл и попробую снова вызвать снова вызвать майграф теперь выскочил такой экран отладчика в нем есть трейсбек рестарты само сообщение об ошибке разумеется можно раскрыть трейсбек посмотреть его в глубину если нажать на каждый айтем то появляются локальные переменные ну и соответственно нажав на какую-то переменную можно увидеть ее в инспекторе ладно я исправлю ошибку теперь давайте посмотрим как лем раскрывает макросы вот этот макрос while collecting который мы смотрели раньше в emaxe и vime точно так же как в emaxe с lem можно нажать шуткат ctrl c enter и lem раскрывает наш макрос ох что-то здесь с цветовой схемой lem раскрывает макрос показывая сверху окно где макрос раскрыт внутри есть макрос do list точно так же как в emaxe можно еще раз нажать ctrl c enter и lem раскрывает этот блок внутри макроса collect что довольно удобно неудобно только то что окно занимает ровно половину экрана и я не знаю как сделать его больше кнопка q выходит из этого окна кстати если вы решите попробовать lem то в нем есть несколько полезных команд команды вызываются с сочетанием meta x появляется окно для ввода команды посередине экрана и тут можно ввести команду например describe автокомплит также по табу работает есть три полезных команды describe mode описывает текущий режим как в emaxe в lem поддерживаются разные режимы describe bindings описывает все кейбиндинги например если вам нужна какая-то команда и хочется узнать есть ли для нее шоткат можно выбрать вот этот describe bindings нажать enter и тут будут разного рода кейбиндинги которые доступны в текущем режиме например если нам нужна команда для вызова инспектора то мы можем нажать ctrl-s inspect найти команду lisp inspect и вот для нее будет шоткат все просто помимо того lisp на базе которого работает сам редактор lem из него можно подключиться к любому другому lisp процессу который использует swank сервер для этого есть команда slime connect давайте попробуем законнектиться к тестовому процессу я открою его в соседней вкладке вот у нас есть отдельный процесс в котором swank запущен под sbsl 224 давайте попробуем к нему подключиться из lem идем в lem делаем slime connect localhost а порт укажем тот который там указан был в сванке где где наш репл в репле изменился изменилось имя пакета похоже lem переподключился к другому процессу давайте это проверим и действительно теперь у нас lem подключен к sbsl 224 а оригинальный репл самого lem имел версию 222 и пакета playground тут тоже быть уже не должно его просто нет похоже что в lem не может быть одновременно запущено несколько реплов это может быть в каких-то случаях неудобно кстати если заинтересовали мое расширение для lem то ссылки на них вы найдете внизу в описании ролика ну а теперь давайте перейдем к следующему идее и это будет lispworks следующий редактор который я хочу показать это lispworks в данном случае на экране у меня personal edition personal edition имеет некоторые довольно серьезные ограничения например вы не можете использовать его для создания каких-то больших программ потому что он ограничен по памяти примерно 200 мегабайтами кроме того lispworks personal edition работает лишь в течение четырех часов а потом принудительно завершает сам себя и из него нельзя создавать запускаемые файлы но для каких-то небольших экспериментов с common lisp он вполне себе может быть использован тем более что из коробки он сразу представляет собой работающую идее со встроенным common lisp собственно сам этот идее и написан на common lisp так что lispworks можно конфигурировать прямо на common lisp в данном случае у меня запущен редактор в своем первозданном виде без каких-либо дополнений но у меня есть для него специальное расширение которое добавляет цветовые темы и добавляет некое подобие пар эдита или lispy ссылки на эти проекты я оставлю внизу в описании а сейчас давайте посмотрим как lispworks справится с нашим тестовым проектиком заранее прошу прощения за то что все так мелко к сожалению я не нашел легкого способа сделать все шрифты в lispworks крупнее lispworks открывает каждый инструмент в своем отдельном окне в данном случае у меня открыт листинер листинер в терминах lispworks это репл то есть у меня здесь классический common lispreple в нем работает автокомплит например я могу сменить директорию на директорию нашего тестового проекта нажав tab я вижу что мне lispworks дополняет название функции к сожалению для имен файлов это не работает а в емаксе у меня работает и для названия файлов вот я в нашем плейграунде давайте откроем файл user.lisp и попробуем сделать eval на его топ-левел формы команда meta x meta f позволяет открыть файл внизу есть строка как подсказывающая путь до этого файла я открываю user.lisp lispworks видит что в файле определен какой-то пэкэдж и предлагает его завести не знаю даже согласится или нет давайте нажмем yes отдельное окно открылось у меня на втором мониторе похоже что lispworks не очень дружит с конфигурациями где больше одного монитора так что мне придется перетаскивать жаль что все так мелко и нет нормального способа сделать этот шрифт крупнее в окне с редактором у lispworks есть несколько табов это собственно сам текст какой-то output список буферов тут система примерно как в emax на самом деле редактор lispworks это форкнутый когда-то редактор hemlock hemlock это такой emax like редактор написанный на common lisp так вот здесь есть список буферов также есть какие-то определения таб с определениями содержит ссылки на функции классы и методы которые описаны в текущем текстовом файле есть тут таб который перечисляет измененные формы то есть если мы редактируем какую-то функцию то она здесь появится и еще какой-то таб edit definition не знаю что здесь давайте попробуем сделать eval на наш package playground я жму сочетание ctrl-c ctrl-c оно почему-то не работает давайте посмотрим список команд у lispworks есть меню через которое мы можем вызвать command list список команд появился попробуем найти тут команду для того чтобы сделать eval на форму evaluate define meta ctrl-x тут немножко сочетания отличаются от того что есть в emax перетащу это окно сюда чтобы не мешало вернусь в редактор жмем значит ctrl-option x и lispworks перекидывает нас вывод на табе output тут есть какой-то warning он пишет про то что dev package используется для того чтобы модифицировать пакет уже существующий хорошо определим класс внизу под окном редактора lispworks пишет что он успешно сделал eval на эту форму сделаем eval на print object и на make graph так теперь внизу показана ошибка что ридер не может найти пакет uiop этот пакет входит в состав asdf по умолчанию lispworks загружается без asdf и чтобы его включить нам нужно перейти в репл и сделать здесь команду require asdf теперь uiop должен быть доступен попробуем снова control meta x и теперь функция mygraph тоже скомпилировалась сейчас я нашел команду в списке команд setbuffer package дважды кликнул на нее и она добавилась в какое-то меню похоже она добавилась в верхнее меню с командами вот видите появился здесь пункт setbuffer package это довольно удобно то есть я могу набирать себе команды как бы добавляя их в избранное теперь находясь в этом буфере попробуем кликнуть на этот setbuffer package она делает немного не то что я ожидал я надеялся что в листинере изменится пакет а что если сделать эту команду в листинере и ввести здесь playground ничего не произошло странно надо смотреть документацию кстати документацию здесь можно искать через меню help дальше есть ссылки на разные мануалы которые открываются в браузере тут есть мануалы по самому IDE по языку по графическому интерфейсу много разных мануалов их полезно поизучать есть отдельный поиск примеров которые входят в комплект IDE позже посмотрим что за примеры там есть поиск просто по символам по инструментам ладно переключусь в наш package playground вот он в пакедже давайте пройдемся по стандартному сценарию которым мы оценивали предыдущие IDE я хочу создать граф из нескольких нот создадим граф пускай у него будет root full и bar вот создался граф кликнуть на него и вызвать инспектор не получается ни с какими из сочетаний клавиш а нет control клик открывает меню и можно сделать market object inspect это открывает еще одно окно вот такое окно инспектора где можно посмотреть на атрибуты объекта если я кликаю то открывается еще отдельный тап со значениями из этого атрибута и есть кнопочки для перемещения на предыдущие или последующие результаты инспекции закрою пока инспектор то есть инспектор нормально работает как и ожидается можно сослаться на предыдущий объект в репле попробуем как работает отладчик я сейчас внесу здесь изменения кстати заметьте редактор работает ужасно я делаю enter и мне нужно нажать tab для того чтобы код выровнялся в соответствии с правилами выравнивания common list сделаем здесь child посмотрим как сработает комментирование комментирование нам портит опять все как и в виме и в леме то есть оно не учитывает не сохраняет парность скобок поэтому мне придется вручную сделать вот так довольно много телодвижений по сравнению с емаксом где структурное редактирование кода работает просто шикарно итак сделали изменение которое вносит баг теперь я скомпилирую эту функцию попробую снова сделать граф итак случилось ошибка предлагает какие-то пути для того чтобы показать backtrace но здесь backtrace отображается в текстовом виде для того чтобы вызвать графический отладчик приходится делать отдельно вызывать команду старт гуя дебаггер я ее вызвал опять она у меня открылась на соседнем дисплее зачем-то что-то много окон стало сейчас я их немножечко подвигаю здесь у нас отладчик команды пока закрою репл редактор перенесу вправо вот так итак графический отладчик что тут есть тут есть backtrace который можно раскрывать и смотреть локальные переменные вот у нас переменные которые внутри функции makegraph можно вызвать контекстное меню и через контекстное меню например посмотреть документацию на функцию если выбрать find source то откроется окно редактора где можно отредактировать функцию также можно с помощью двойного клика вызвать инспектор на любом из на любой из локальных переменных в общем-то отладчик работает довольно хорошо кроме того тут есть возможность вызывать рестарты но в данном случае рестарт всего один можно вернуться на главный уровень репла прервав отладку но если программа предлагает много рестартов то здесь будет целый список вызовем рестарт отладчик интерактивный сразу исчезает и мы возвращаемся в репл на главный верхний уровень исправлю ошибку обратно снова сделаем ивал теперь наш граф работает теперь давайте посмотрим как работает навигация по коду к примеру если я хочу посмотреть как устроен макрос while collecting я попробую нажать option точка лиспоркс внизу показывает название символа я просто нажму enter но он пишет красное предупреждение что источник исходник этого макроса не может быть найден возможно это потому что макрос внутри asdf который вкомпилирован в сам лиспоркс давайте попробуем загрузить какую-нибудь библиотеку и поисследовать ее для того чтобы загрузить библиотеку нам надо сначала вручную загрузить в лиспоркс квиклисп потому что из коробки он не поддерживается что конечно странно для IDE в 2023 году загрузим квиклисп кстати вручную это делать совсем необязательно по крайней мере для всех лиспворксов отличных от personal edition personal edition не умеет загружать автоматически конфиг после старта но к примеру у меня есть хобби редакция купленная за деньги она прекрасно умеет загружать файл инициализации в котором уже есть подгрузка квиклиспа установка цветовой схемы и включение разных расширений сейчас я загрузил квиклисп вручную теперь у нас должна быть возможность загрузить какую-нибудь библиотечку давайте для примера загрузим Александрию вот Александрия загружена теперь внутри пакета выберем какой-нибудь символ например асок вэл теперь я нажму option точка внизу под реплом лиспоркс предлагает ввести имя символа или использовать по умолчанию асок вэл я просто нажму enter и откроется в редакторе файл в котором определен асок вэл но странно что редактор не открылся именно на функции асок вэл а просто открыл мне файл который довольно большой можно попробовать найти поиском асок вэл возможно дело в том что здесь используется какой-то макрос который определяет эту функцию макрос давайте посмотрим как раскрываются макросы я перейду обратно на свой буфер user .lisp и как и в предыдущих редакторах мы попробуем раскрыть макрос while collecting интересно работает ли тут шоткат ctrl x enter как в емаксе нет не работает давайте поищем команду в списке команд я открываю дисплей команд лист пишу тут макро экспанд шоткат называется ctrl shift m макро экспанд форм что нажмем ctrl shift m редактор переключился на вкладку output и здесь показывает нам во что раскроется макрос макро если я нажму на ду листе еще раз ctrl shift m то он также в output выводит раскрытие именно этого макроса то есть он не показывает как емакс один раскрытый макрос внутри другого хотя в списке команд есть какая-то команда stepper macro экспанд интересно что она обозначает давайте попробуем ее вызвать я добавил ее в меню появил здесь звездочка перехожу снова в редактор на наш макрос while collecting выбираю команду stepper macro экспанд ничего не происходит возможно эта команда для чего-то другого ее описание написано что она запускается внутри stepper что такое stepper есть ли какие-нибудь команды pro stepper нет ничего не понятно надо читать документацию чуть раньше я говорил что в редакторе тут несколько табов вот например таб changed forms если мы откроем его то тут будет видно что мы изменяли определение функции make graph это довольно удобно когда вы работаете с большим количеством файлов и определений внутри файлов то есть таким образом можем быстренько посмотреть какие из определений менялись и перейти к ним по-моему прикольная фича 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 ранее я говорил про то что здесь есть отдельное меню help для поиска мануалов и примеров давайте попробуем найти какой-нибудь пример и запустить его я хочу найти какой-нибудь пример который демонстрирует как работать с библиотекой capi это графическая библиотека которую предоставляет лиспворкс и библиотека это примечательно тем что она работает примерно одинаково в macOS windows и linux попробуем найти какой-нибудь capi пример например игру отелло поиск по примерам показывает вот такое окно в котором есть список файлов с примерами можно открыть файл отелло тут очень много определений я не буду их все эвалить не буду делать эвал на каждый из этих топ-левел форм я выполню команду мета-икс и дальше введу команду эвал нажму таб выводится список под команд эвалуэйт баффер эта команда сделала эвал на все содержимое буфера если мы посмотрим то здесь есть функция которая называется play отелло она должна запустить нам демку перейду в репл и в репле напишем c user c user play отелло запускаем игру и вот появилось окно с игрой где можно поиграть в игру отелло эта игра сделана с помощью c-api кстати таким образом можно не только приложение писать но и делать расширение к самому лиспворксу например у меня для лиспворксу есть расширение которое добавляет в трей верхнюю часть окна на макос такие менюшечки возможно вам на видео плохо видно но в эти меню прикольно добавлять разные утилитки итак на мой взгляд лиспворкс довольно мощный редактор хотя мне больше нравится использовать его совместно с имаксом потому что в имаксе более удобный редактор то есть можно комбинировать все дополнительные инструменты которые предоставляет лиспворкс а редактор при этом использовать из имакса подключившись к лиспворкс с помощью слай или слай напоследок давайте покажу как выглядит цветовая схема которую я сделал для лиспворкс я открою в personal edition файл user и для сравнения вытащу сюда окно с этим же файлом но из моего хобби edition редактора как видите тут более приятная цветовая схема в стиле Solarized ну а теперь давайте перейдем к еще одному идее от коммерческой компании к Allegro CL вот так выглядит современный Allegro CL в последней версии они добавили веб-интерфейс точнее говоря все IDE запускается внутри окна веб-браузера таким образом компания France пыталась обойти тот факт что у них IDE было заточено под использование Xwindow и работало хорошо только на Linux в итоге они сделали возможность запускать IDE на разных платформах в том числе и под Mac но под Mac программа работает крайне плохо по крайней мере на чипсете M1 у меня она отжирает весь процессор глючит и тормозит поэтому я запустил ее сейчас на виртуальной машине в облаке а порт прокинул на свой лаптоп чтобы интерфейс можно было открывать в браузере перед нами стандартная IDE от Allegro по умолчанию она открывает листинер кстати заметьте что тут REPL тоже называется листинером как бы слушателем ваших команд команды можно вводить так же как в LispWorks давайте попробуем сработает ли тут автокомплит допустим CL user двоеточие что-то странное дергается но ничего не автокомплитит я вспомнил что для автокомплита тут нужно нажимать клавиатурное сочетание control точка я его нажал сейчас но закомплитилось мне что-то крайне странное хорошо попробуем открыть наш тестовый проект в редакторе интерфейс выглядит крайне не нативно открылся редактор никакой подсветки синтаксиса тут нет подозреваю что структурное редактирование кода тоже не работает даже парные скобки подсвечиваются как-то странно смотрите появляется подсвеченная скобка просто дубликатом так не похоже чтобы тут клавиатурное сочетание control c control c работало shift command x как в listworks тоже не работает показывает странное сообщение с предложением сохранить настройки как же тут сделать eval вот кажется нашел то что надо в меню файл есть пункты compile и load еще compile and load давайте попробуем просто load вызвать тут он открывает такое диалоговое окно и жалуется на то что package uiop не найден видимо как и listworks нужно вручную загрузить сюда asdf хорошо нажмем пока отмену сделаем здесь в репле require asdf что-то загрузилось думаю можно попробовать снова скомпилировать файл да файл playground user скомпилировался и загрузился попробуем создать граф и посмотрим можно ли его как-то поинспектить перейду в пакет playground ох уж это и де нет репл неудобный мне не нравится как он работает ладно make gra автокомплит что ж такое пробую сделать автокомплит control точка да make граф дополнился кстати внизу окна он показывает даже аргументы текущей функции в репле это хорошо это мне нравится аргументы куда-то исчезли пока я набирал не понимаю я же еще не вызвал функцию ну ладно бар ну как-нибудь так все создаем наш граф граф создался как теперь вызвать на него инспектор кстати кажется вот шоткаты для того чтобы инкрементально обновлять образ лиспа надо будет попробовать control d и control e но сейчас меня интересует инспектор наверное в инструментах инспектор ретурнет обжект control shift и control shift и отлично открылся инспектор показывает нам тип объекта его класс и слоты например слот children отображение конечно всего этого дела ужасное попробую кликнуть на слот children да удалось перейти он показывает два элемента списка возможно тут можно даже редактировать их значения мне страшновато что-то cannot create lisp а allegro сель позволит отредактировать только в том случае если элемент списка печатается так что его можно превратить снова в ноду но здесь используется синтаксис unreadable сделаю пока отмену уберем инспектор и давайте посмотрим как выглядит дебаггер отладчик с рестартами для этого я немного поменяю функцию как мы делали это раньше а этот кусок я закомментирую но опять структурного редактирования нет поэтому приходится вручную соблюдать баланс скобок это не очень удобно сохраняем файл попробую теперь использовать вот этот вот шоткат ctrl d для того чтобы обновить определение функции ctrl d действительно внизу аллегра написал compilet make graph значит наверное он применил новую версию описания функции и мы можем попробовать вызвать ее в репл снова как же тут работает поиск по истории не понимаю тут он пишет какой-то history list да наверное можно выбрать вот так нажать еще раз и на этот раз аллегра показывает такое вот окно отладчика и он предлагает на выбор несколько рестартов в том числе открытие интерактивного отладчика или можно поредактировать функцию и вызвать ее еще раз или вернуться обратно в репл давайте вызовем интерактивный отладчик даже нажму кнопку дебаг я нажимаю кнопку дебаг появляется окно отладчика как-то как-то странно комбинировано с листнером листнер левел один и тут бэктрейс который можно раскрывать как и в лиспуарксе и в емаксе у каждого фрейма есть набор локальных переменных инспектор по клику открывается все хорошо закрою пока очень забавные иконки что это за иконка с жучком написать баг репорт ух ты аллегра позволяет сгенерировать баг репорт и прикладывает сюда прямо весь бэктрейс это наверное удобно тут дополнительная информация про лисп есть закрою пока не хочу сейчас баг репорт писать вернемся к нашему пользователю я просто нажму вот этот крестик и выйду обратно в репл теперь давайте посмотрим как работает навигация по коду к примеру опять я хочу попасть на описание макроса while collecting как это сделать command точка не работает попробую вызвать контекстное меню что-то оно не вызывается ни с какими клавиатурными сочетаниями control правый клик о правый клик мыши в маке это не очень нативно выглядит но правый клик мыши показывает контекстное меню можно например попробовать вызвать quick символ info и тогда прямо в листинере аллегра печатает документацию по этому символу ну хоть так попробуем еще посмотреть что здесь есть в контекстном меню можно сделать inspect что будет если я сделаю inspect на функцию открывается сам символ и тут разная информация про него полезная в каком пакете внешне он или нет какие функции или значения привязаны к этому символу в принципе полезное окошечко это прикольно но как же перейти на описание этой функции ага вот нашел шоткат option точка option точка на этом символе открывает такое диалоговое окно для поиска описания функции если нажимаю find то открывается список я так полагаю что если к символу привязаны классы функции то тут будет два айтема но в данном случае у меня только функция и можно попробовать открыть но так же как и лиспворкс аллегро не знает где определен символ while collecting наверное это из-за того что у него асдф встроенный попробуем загрузить библиотеку александрия и поинспектить какой-нибудь символ из нее чтобы загрузить александрию нам точно так же как и с лиспворксом опять же нужно загрузить сюда квиклисп автокомплит по имени файлов не работает и вообще репл куда-то у меня весь разломался что это у меня сломался репл выглядит ужасно делаем снова лод похоже на этой виртуалке у меня такого файла нет ну ладно загружу квиклисп из розвела нажмем здесь cancel сейчас подвину немножко окно чтобы виднее было что происходит сделаем снова лод нет из розвел квиклисп что-то не загружается потому что он там какой-то патченный я скачал квиклисп прямо в home давайте попробуем загрузить его оттуда так теперь нам нужно запустить установку короче allegro CL это IDE не для слабонервных ну почему ты вставил мне сейчас этот текст я не просил это делать уйди отмена пожалуйста придется набивать вручную quick lisp quick start install да это более надежно все теперь попробуем загрузить александрию загрузилась и какой-нибудь символ введу автокомплит автокомплит выдают несколько вариантов допустим ассок вэлэ выберем что прикольно кстати в автокомплите в этом то что каждый вариант снабжен своим шоткатом например я могу попробовать нажать шоткат D и сразу выберется тот вариант который мне надо теперь нажмем option точка появится снова окно для поиска определений о интересно здесь аллегра показывает что есть такая функция и есть еще для нее расширение сетов я выберу функцию и аллегра в отличие от лисфоркса даже открыл ее правильно прямо в том месте где определено ассок вэлэ это здорово ладно теперь посмотрим как работают раскрытие макросов я вернусь к нашему файлу юзер и попробую здесь раскрыть макрос вайл коллектинг поставлю на него курсор где-то я видел функцию которая раскрывает макро экспант анс контрол квадратная скобка нажмем ее контрол квадратная скобка я вижу что в листонере что-то произошло что здесь произошло непонятно ничего не появилось вроде попробуем еще раз контрол квадратная скобка почему-то почему-то в листонере появляется надпись make instance причем здесь вообще make instance я же хочу макрос раскрыть еще раз edit macro expand анс меню снова в листонере написано make instance а как же раскрытие макроса похоже он раскрывает макрос make instance а не тот макрос в начале формы которого стоит курсор попробуем курсор перевести внутрь вот этой формы while collecting и теперь нажать контрол квадратная скобка теперь он пишет название символа но это неинтересно я же не этого хочу где у меня тут конец формы попробую выделить ее всю вот так да что ж такое с этим веб редактором выделю форму нажму контрол скобку и вот наконец-то теперь я получил раскрытие макроса нет раскрытие макроса в AllegroCL работает неудовлетворительно на мой взгляд он раскрывается но пользоваться этим неудобно одна прикольная фишка которая мне понравилась когда я прежде смотрел AllegroCL это то что у них есть встроенный туториал по IDE называется это Interactive IDE Intro если его выбрать то появляется такое желтое окно которое рассказывает о разных фичах IDE можно прокликать его Next периодически появляются какие-то окошки про которые идет рассказ я думаю что для новичков будет интересно полистать это интро и разобраться с тем что есть VDE какие тут есть возможности пока что закрою интро оно вернуло нам listener как было а еще тут должен быть встроенный редактор для GUI вот я вижу в меню help по нему какой-то туториал давайте попробуем открыть туториал есть примеры графические попробуем запустить пример например что-то с полигонами связанные вот запустился пример и тут можно изменять форму полигона запуск примеров кстати сделан гораздо удобнее чем в лиспворксе просто жмешь кнопочку run и запускается пример мне кажется это классно это правильно а если нажать кнопку edit то наверное откроется пример в редакторе да так и есть вот это классно сделано здесь allegro мне нравится хочу посмотреть туториал по интерфейс билдеру не похоже чтобы что-то происходило возможно идея просто тупит я уверен что в этом идея есть и другие прикольные штуки но надо в них покопаться кроме того почти наверняка как и с лиспворксом можно подключаться к allegro из emax и тогда у вас будет нормальный редактор кода а всякие фичи типа трейса профайлинга можно использовать уже в самом IDE ну а на этом я предлагаю перейти к более модным и современным редактором и для начала мы посмотрим на то как работать с common lisp из visual studio code передо мной visual studio code с установленным плагином alive я его немножечко перенастроил чтобы alive запускал sbsl через розвул но вы можете использовать sbsl и установленный иным способом документация по alive довольно скудная и местами устаревшая к примеру есть туториал который показывает как настраивать плагин но при этом там используется для соединения с lisp сервер swank тогда как последняя версия alive использует уже самописный language сервер который называется alive lsp давайте поближе взглянем что нам дает этот плагин внутри visual studio кода появляется такой таб репл где мы видим приглашение common list пообвести какую-то форму например формат hello world введем ее тут нам репл напечатал hello world возвращаемое значение при этом не очень понятно где собственно std out а где возвращаемое значение символ звездочка помогает сослаться на результат выполнения предыдущей команды это довольно обычно также в левой части экрана видно дополнительную информацию про lisp образ например тут есть таб пакеты который показывает какие пакеты загружены в lisp образе например вот есть александрия можно посмотреть символы внутри этого пакета двойной клик ни к чему не приводит правда кроме пакетов можно также смотреть на asdf системы нажатие плюса приводит к тому что система загружается интересно ведь она же и так по идее должна быть загружена раз он их показывает в списке а еще тут видна информация про текущие запущенные потоки давайте попробуем стартануть какой-нибудь новый поток который ничего не делает и посмотрим как его имя появится в этом списке сделаем поток ops так ripple не позволяет вводить многострочные команды похоже что так выпрыгнул отладчик который показывает backtrace довольно длинный backtrace и restart которые кликабельные пока нажму abort попробую еще раз ввести может быть shift нет как же тут вводить многострочные формы не получается ввести многострочную форму это очень очень плохо ripple какой-то получается не очень юзабельный пусть мы повторим это сто раз сделаем sleep в одну секунду подсветки скобок в репле нету поэтому приходится считать их самому и зададим имя потоку тест тест и поток вот поток запустился и мы видим что он появился в списке потоков это прикольно что еще тут можно сделать никакого контекстного меню не возникает почему-то не знаю жаль хорошо попробуем загрузить наш тестовый файл и поиграться с ним выбираем файл userlisp вот он загрузился подсветка синтаксиса работает прекрасно проверим как работает автокомплит для того чтобы сработал автокомплит нужно начать вводить текст и тогда он подсказывает enter вставляет весь символ по наведению показывается документация по функции или макросу отлично сделаем эвал на все топ-левел формы для этого в VS коде используется шоткат alt shift enter я нажал alt shift enter и в репле появилось сообщение о том что создан пакет playground дальше нам нужно выполнить то же самое для всех топ-левел форм естественно тут наверняка есть способ загрузки всего файла целиком но в реальной жизни вы скорее всего будете загружать SDF систему итак я сделал эвал на все топ-левел формы у нас есть функция make graph я перейду в пакет playground интересно у меня не получилось в репле сменить пакет на playground потому что вот эта форма in package не сработала а как а как же тут сменить пакет в репле возможно для этого есть какой-то шоткат надо тоже его искать не буду сейчас тратить на это время замечу замечу в таком виде репл кажется мне еще более неудобным создадим graph root фу файс содержит только имена функций и путь к ним при этом нет никакой возможности перейти на этот файл я всего лишь забыл кавычку теперь нода создана как нам посмотреть в инспекторе этот объект чтобы вызвать инспектор попробуем вызвать такую команду alive inspect символ в репле появилось сообщение не могу прочитать свойства undefined name попробую еще раз снова что-то непонятное но других инспектов тут нет я могу поинспектить символ или макрос попробуем присвоить ноду переменной звездочка все еще указывает на ноду сделаем переменную и теперь root это наша нода если я снова вызову инспектор он снова выдает что-то непонятное если я введу root и вызову инспектор тоже не хочет работать если я в редакторе введу root вот таким образом попробую его поинспектить что-то не хочет у меня инспектор работать вообще никак а если в боковой панели ввести наше имя символа вот теперь инспектор открылся что же это довольно неочевидным способом работает при этом смотрите инспектор тут довольно простенький пока он показывает только слоты их значения но это все не кликабельно нельзя перейти на какое-то значение и посмотреть его в глубину скрою пока это окно давайте посмотрим как тут работает навигация по коду например смогу ли я зайти и посмотреть определение макроса while collecting если взять и кликнуть правой кнопкой мыши то появляется контекстное меню и тут есть пункт go to definition при вызове команды go to definition visual studio код прекрасно открыл мне именно макрос while collecting это здорово вернемся обратно и попробуем сделать макро экспанд на этот макрос я поставлю курсор в самом начале шоткаты не знаю поэтому вызову команду по имени macro expand 1 не вижу чтобы что-то произошло а если поставить курсор внутрь и вызвать macro expand 1 то visual studio код взял и вставил мне вместо моего прекрасного кода кусок макроса прямо прямо как текст придется мне нажать undo чтобы убрать это безобразие не уверен что это будет удобно если макросы будут раскрываться прямо по месту давайте попробуем давайте попробуем внести в код ошибку как мы это делали раньше и посмотрим еще раз на стек трейс при комментировании у меня скобка перескочила в нужное место или по крайней мере так посчитал плагин пар инфер который я установил в качестве эксперимента дело в том что из коробки visual studio код не предоставляет никаких возможностей по структурному редактированию кода но есть несколько плагинов я ссылки на них дам в описании и вот пар инфер это такой интересный плагин который автоматически пытается угадать в каком месте кода должны быть скобки например сейчас я добавил child в каком-то странном месте и пар инфер нарисовал мне скобку сразу за ним попробую удалить вот так и подвигать символ теперь у меня символ стал на то место где по идее должен быть он стал аргументом функции apply по идее если я закомментирую сейчас ensure list child то пар инфер подвинет нужное количество скобок и они встанут вот сюда за символ child комментируем и все скобки точнее нужное их количество автоматически переместилось на правильное место не всегда это волшебство работает возможно просто нужна некоторая привычка к этому и как-то тут непонятно работает выравнивание потому что я нажимаю tab а символ перемещается ровно этот tab хотя на самом деле в большинстве редакторов common list кода используются одинаковые правила для форматирования ну хорошо ошибка в коде есть жмем снова shift option enter функция my graph скомпилировалась попробуем вызвать ее снова я перешел в репл пытаясь создать граф выскакивает наш backtrace в backtrace видны как я уже говорил имена функций но нету ни намека на локальные переменные в таком виде в таком виде backtrace мало полезен потому что мы не можем посмотреть состояние переменных все что тут можно сделать это только выбрать какой-нибудь рестарт по сравнению с емаксом и слаймом или слай довольно бедненько хорошо вернем наш код на место почему то вот в этот момент пар инфер не сработал он должен был вот я ожидал что он уберет эти скобки оставит вот эти красненькие вместо них но этого не произошло попробую удалить их вручную интересно количество скобок правильно в части структурного редактирования мне больше нравится подход плагина lispy из емакс ну да ладно теперь что касается удаленной отладки visual studio code с плагином alive позволяет подключаться к внешним серверам с одним лишь ограничением alive пока поддерживает только sbcl для того чтобы подключиться нужно в настройках прописать хост и порт а внутри процесса должен быть запущен alive сервер на определенном порту после этого нужно перестартовать visual studio code и он подключится неудобство заключается в том что невозможно из редактора подключаться к нескольким lisp процессом а также в том что каждый раз для переподключения приходится перестартовывать весь редактор хочу еще рассказать про одну фишку вес кода которую я пока не видел в других IDE для common lisp вес код с плагином alive умеет валидировать описание пакета вот эту форму dev package например если мы напишем здесь import from укажем пакет александрия и какой нибудь несуществующий символ после того как мы такое написали мы видим что вес код подсвечивает волнистой красной линией эту форму и при наведении показывает сообщение об ошибке что символ black minor в пакете александрия не найден если исправить это на какой нибудь валидный символ например на asoc value то форма становится корректной и вес код на нее не жалуется и того что мы имеем плагин для вес кода вполне себе позволяет использовать этот редактор в качестве IDE для common lisp однако ж в нем пока много недоработок инспектором пользоваться проблематично бэктрейс практически не юзабелен однако есть и прикольные фишки которые показывают что потенциал у этого плагина есть и если найдутся люди готовые его отполировать то вполне может получиться конфетка а сейчас давайте перейдем к следующей IDE которую я сегодня хочу показать это IntelliJ IDEA с плагином SLT последнее IDE которое я хочу показать это IntelliJ IDEA с установленным плагином SLT этот плагин появился совсем недавно буквально пару месяцев назад и он уже довольно многое позволяет хотя конечно до уровня и макса пока и не дотягивает здесь у меня IntelliJ IDEA Community Edition мартовской версии мартовской версии я уже настроил в ней плагин SLT так чтобы он использовал SBCL забегая немного вперед скажу что этот плагин поддерживает сейчас несколько реализаций CommonLisp SBCL ABCL и так далее здесь у меня настроено так сказать два SDK плагин оперирует понятием SDK чтобы группировать настройки например здесь у меня определено два SDK оба они нужны для того чтобы работать с SBCL но в первом случае SBCL запускается через розвелл а во втором случае он запускается прямо из папки Homebrew я сейчас на Mac если что хорошо вернемся и посмотрим какими фичами обладает этот плагин как видите подсветка синтаксиса не работает но это потому что я еще не запустил Lisp внизу у меня есть такое окно которое позволяет работать с CommonLisp тут есть несколько вкладок Lisp Process Lisp Instance и Lisp Debuggers Lisp Instance и Debuggers пока пусто а вот Lisp Process вкладка самая пожалуй полезная нажав на зелененькую стрелочку я могу запустить CommonLisp я ее нажимаю видно что в табе Standard Output у меня стартанул SBCL и плагин SLT автоматически запускает Swank это тот же самый Backend который использует и Max Slime итак стандарт Output у нас вывелось что запустился SBCL в Error Output попадают какие-то Warning тут есть еще Tabix Slime Lock но он скорее полезен для отладки самого плагина и чтобы запустить Ripple нужно нажать еще вот этот плюсик он создает отдельный Tab который называется Ripple и здесь мы можем работать с CommonLisp можно создать несколько реплов и они могут отличаться текущим пакетом например здесь я выбрал пакет QLDIST а в этом репле у меня пакет CommonLispUser и кстати заметьте после того как запустился SBCL в редакторе появилась подсветка синтаксиса при наведении курсора на какой-нибудь символ SLT подсказывает что это за символ показывает его docstring а для макросов он еще и показывает во что раскрывается макрос правда происходит это не с первого раза например если я наведу на devclass то здесь он пишет что создает раскрытие макроса и нужно навести курсор еще раз чтобы увидеть что получилось то есть по второму наведению мы видим как макрос раскрывается мне кажется это довольно странное решение потому что если в коде макроса есть ошибка то так просто наведение на символ может привести к тому что выпрыгнет дебаггер например если я уберу отсюда нот наверняка это приведет к ошибке вот видите выскочил list debugger мы оказались на вкладке list debugger и тут надо разбираться почему не раскрылся наш макрос вот сообщение об ошибке читается не очень удобно оно в одну строку есть информация о том какой condition произошел и stack trace по которому можно переключаться справа slt показывает локальные символы а также тут есть отдельный репл который позволяет выполнять код внутри фрейма и инспектор объектов произошла еще какая-то ошибка ладно я нажму abort выйду из дебаггера и мы попробуем поработать с кодом с тестовым кодом который использовали для оценки других IDE что касается вызова eval на топ-левел формы то slt сделан несколько странно у него есть шоткат и команда которая позволяет сделать eval на текущую форму например если курсор стоит здесь и я нажму option command F то slt выделяет текущую форму и делает ее eval теперь у меня появился пакет playground кстати чтобы переключиться на него недостаточно здесь сделать in package это не приведет никакому результату пакет нужно выбирать из этого выпадающего меню но чтобы новый пакет в нем появился необходимо порефрешить список пакетов вот теперь здесь появился playground и я могу на него переключиться дальше сделаем также eval на класс node если у меня курсор будет стоять на какой-то внутренней форме то шоткат шоткат приведет к тому что slt попытается сделать eval только на эту форму и скорее всего это приведет к ошибке полагаю автор сделал это для того чтобы можно было как-то именно внутренние формы evalить но в моей практике такое необходимо крайне редко я бы предпочел чтобы шоткат делал eval именно на топ-левел форму но если не заморачиваться то есть в принципе тут шоткат который делает eval на все формы текущего файла это option-command t кстати эти шоткаты описаны на wiki в туториале по slt он довольно короткий но зато там есть картинки и так мы сделали eval на весь код который есть в файле давайте попробуем поработать с репл и создать там граф идем в репл пишем make graph кстати смотрите работает автокомплит автокомплит подсказывает нам имена функций которые можно вызвать большинство из них стандартные а вот это наше пишем тут root foo bar по первому энтеру репл ничего не делает нужно ввести именно пустую строку и вот теперь он показал нам что создал узел графа но к сожалению этот узел не кликабельный и никаким образом нельзя на него вызвать инспектор по крайней мере я такого способа не нашел как посмотреть что внутри непонятно и звездочка ссылается не на предыдущий результат а просто превращается в нил что тоже очень странно итак мы посмотрели на то как работает автокомплит eval top-level form структурного редактирования здесь нету возможно для idea есть какой-то плагин который позволяет структурно редактировать код подозревая что может быть что-то такое уже написали скажем для того же closure если вы знаете такой плагин киньте пожалуйста ссылочку в комментах очень интересно будет попробовать теперь давайте посмотрим работает ли тут переход на определение символа к примеру что будет если я сделаю типичный для джедврейновских IDE command click я нажимаю command навожу курсор и символ синеет и клик приводит к тому что перебрасывает меня куда-то где определен print object сам generic print object определен но список методов этого дженерика IDE не дает посмотреть что это грустно в EMAX например можно посмотреть список методов более того можно даже некоторые методы которые уже не нужны удалить вернусь назад если я попробую перейти на свой собственный класс то да IDE меня на него перебрасывает что ж будем считать что базовая функциональность по переходу на определение символов работает хотя вот на do list почему-то не перебрасывает возможно потому что это макрос и на while collecting тоже не перебрасывает открывает только функции и классы это явно какая-то недоработка со стороны SLT я уже показал что автокомплит вполне себе работает когда мы вводим название функции он completed но при этом не показывает сигнатуру функции и непонятно какие дальше аргументы можно вводить для этого в IDEA есть шоткат можно нажать command p и над функцией появится ее сигнатура интересно работает ли это в репли давайте попробуем нет в репли это не работает жаль теперь давайте еще раз взглянем на отладчик а также на инспектор для этого я введу ошибку в код так чтобы было понятно надо наверное закомментировать ту часть которая почему-то редактор перестал мне подсвечивать скобки что-то с ним приключилось просто скопирую это количество скобок и сделаю дефон попробуем снова вызвать мой граф кстати как работает поиск по истории в репли тоже непонятно но если нажимать стрелочку вверх то он мотает и показывает предыдущие команды я попытался создать граф снова выскочил отладчик сделаю повыше чтобы вам было видно что у нас здесь есть есть фреймы про которые я уже говорил если кликать на фрейм то редактор открывает код в этом месте также есть ретраи список ретраи слева и в правой части информация про выбранный фрейм в такой цветовой схеме у меня не очень видно какой фрейм выбран допустим я выберу фрейм мэйграф и тут видны локальные переменные children root name и их значения которые выводятся просто путем форматирования этого объекта в строку видите здесь даже двойные кавычки эскепится если кликнуть на имя переменной то открывается инспектор и в инспекторе уже какое-то более формальное представление этого объекта в данном случае у меня список из двух элементов можно кликать на элементы и уходить вглубь а потом вернуться в инспекторе тоже можно много чего улучшить например дать возможность изменять слоты объектов но для начала и это неплохо попробуем вызвать что-нибудь в репле привязанном к фрейму по идее в нем должны быть доступны эти локальные переменные пакет здесь правильный он соответствует тому пакету в котором была определена функция попробуем получить доступ к переменной children отлично она работает вот этой фишки кстати мне не хватает в слай и в слайме там есть возможность выполнить код для определенного фрейма но почему-то при этом и слай и слайм считает что текущий пакет это сель юзер и приходится явно указывать везде название пакета попробую посмотреть сменится ли пакет для фрейм репл если я открою какую-нибудь функцию которая определена в другом пакете вот я открыл слт eval какая-то внутренняя функция самого плагина и да фрейм репл уже содержит и да фрейм репл уже привязан к пакету сванг круто нажму пока аборт исправлю обратную ошибку кстати выравнивание лист кода плагин slt делает как-то по-своему тут есть настройки которые говорят насколько символов нужно выровнять в том или ином случае строку мне кажется это неправильно и нужно в нем как-то использовать знания о формах и правилах лист выравнивания получая их из сванка что тут есть еще дополнительно на вкладке list instance information есть список тредов не знаю насколько он может быть полезен скорее сейчас это просто дополнительная информация и ничего сделать с этим списком нельзя кроме как посмотреть на то что за треды у вас бегут и того подытожим IntelliJ IDEA с плагином SLT вполне себе может быть использована в качестве IDE в ней конечно пока еще много шероховатостей но я надеюсь автор плагина их допилит и очень хотелось бы чтобы здесь было доступно какой-то структурно редактирование кода иначе зачем нам столько круглых скобок если нельзя получать от них все преимущества итак в этом видео мы посмотрели на 8 различных IDE для Common Lisp для профессиональной разработки я бы все же рекомендовал приучить себя к IMAX потому как решение для IMAX наиболее отполировано но для новичков чтобы попробовать что такое Common Lisp что такое Image Based разработка вполне подойдет любая из этих IDE если если вы привыкли к VIM используйте его если хотите что-то простое что можно скачать и запустить и получить работающий Lisp Ripple попробуйте LEM или Lisp Lisp если если больше больше вам понравилось может быть какими-то лайфхаками по настройке различных IDE которые были в этом обзоре ну и вообще пишите про темы которые вам интересны может быть я сделаю на них следующие выпуски а с вами был Александр Артеменко и канал IT Муравейник всем Lisp в ваши сердца пока